Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Львира Фазлеева. И сегодня мы расскажем о смертельной аварии с участием восьми автомобилей на улице Гвардейская. Он бьет Рио, потом бьет Вольво, осколки отлетают в меня, в Весту. Предполагаемый виновник столкновения потерял сознание во время движения. Покажем, чем обернулась кража иконы из храма князя Александра Невского. Извинения нет? Просто прощение хотите просить? Подсудимый выслушал приговор. Хотел забрать деньги из кассы, но унес только два кекса. Ложи на место. На место вам. В Зеленодольске задержали подозреваемого в разбое. Это и не только. Прямо сейчас. Выехал на тротуар, сбил два дорожных знака и совершил столкновение с семью автомобилями. Смертельная авария произошла сегодня днем на улице Гвардейская. По предварительной версии водитель автомобиля Форд Куга потерял сознание во время движения. Тогда неуправляемый транспорт, не сбавляя скорости, стал сносить все на своем пути. С места трагедии репортаж Ленара Геннадулина. Там три он стоит, моргает. Четыре, пять, шесть. Седьмой перед ним. Все, семь машин. Массовая авария произошла возле остановки общественного транспорта Сады. По рассказам очевидцев, автомобиль Форд Куга двигался по улице Гвардейская в сторону Адели Кутуя. Приближаясь к очередному светофору, водитель транспорта потерял сознание. При этом неуправляемый автомобиль продолжил свое движение. Он бьет Рио, потом бьет Вольф, осколки отлетают в меня, в Весту. Потом пролетает, взбивает знаки, остановку. Потом бьет эту машину, задевает эту машину, эту разворачивает, пролетает туда и бьет БМВ. Сразу после происшествия на место аварии прибыли спасатели, а также несколько карет скорой медицинской помощи. Мне ударилось сзади, меня закрутило, я вот в другую машину тоже врезался. И сами получается еще и травму получили? Ну да, нос и чуть-чуть шея, наверное, попалилась. Виновного в ДТП водителя белого форда Куга удалось привести в сознание еще до госпитализации прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи. Спасти мужчину все же не удалось. По предварительным данным, он скончался в приемном покое больницы от полученной травмы головы. Остальные участники аварии от госпитализации отказались. Причины произошедшего еще предстоит выяснить следователям. Ленар Генатулин, Азат Самигулин, Вызов 112. Сразу две аварии произошли в это же время на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная. В первом случае столкнулись Хиндай Солярис и Хонда Цивик. По предварительной версии, последний только тронулся на разрешающий сигнал светофора, тогда как корейская иномарка завершала запоздалый маневр. Вскоре на перекрестке образовался дорожный затор, из-за чего в аварию попали еще два автомобиля. Обо всем по порядку в репортаже Нафиса Минязовой. Учитывая, что никто из участников аварии не спешил брать на себя ответственность за произошедшее, автоинспекторам пришлось просмотреть камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадр, Хиндай Солярис выезжал на улицу Чистопольской с улицы Меридианная. Но судя по всему, мужчина не успевал на разрешающий сигнал светофора. Поток с его стороны остановился тогда, как корейская иномарка продолжила движение. Оказавшись на перекрестке, ее ударила Хонда Цивик, которая только начала движение на разрешающий сигнал светофора с улицы Чистопольская. Пока сотрудники ГИБДД выясняли детали аварии, столкнулись еще два автомобиля. Я ехал сюда, да? Прямо? Да, прямо я еду. Вот же моя дорога. Мне подрезает здесь. Я выскочил сюда, а судя на скорость летит, вот там машина. Водитель Тойоты отметил, что попал в аварию, обезжая стоящие автомобили. Мужчина выехал с улицы Меридианы и намеревался проехать в прямом направлении. Успешно завершить маневр он не успел из-за цвета светофора, который в считанные мгновения смеился с зеленого на красный. Как итог, мужчина столкнулся с автомобилем Митсубиси, выехавшим ему на перерез. Судя по его рассказам, из-за ограниченного обзора водитель японской иномарки не заметил внезапное препятствие. Разобраться в обоих ситуациях предстоит автоинспекторам. На ФИСа меня звали Наргина Тулина, Азат Самигулин, вызов 112. Мерседес и Хиндай Гец не смогли разъехаться на пересечении улиц Островского и Туфана Минулина. По рассказам очевидцев, корейская иномарка двигалась по улице Островского, тогда как немецкий автомобиль выехал ей на перерез. В результате удара у Мерседеса была повреждена левая часть транспорта. От серьезных травм водители уберегли сработавшие подушки безопасности. Каждый участник аварии имел свою версию произошедшего. Возможно разобраться в ситуации, кто прав, а кто виноват, дорожные инспекторы смогут с помощью камер видеонаблюдения. В Нижнекамске под колеса автомобиля попал лось. Животное сбило грузовая фура в районе промышленной зоны. Водитель предпочел не дожидаться сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Подробности в материале Айрата Назипова. На этих кадрах видно, как лось, ранее попавший под колеса автомобиля, пытается зайти с дороги на обочину. Животное получило травму конечностей и позвоночника. Спасти лося все же не удалось. Лось, он лежит на обочине. Он получил травмы серьезные. Он не может подняться с несовместимой жизнью. По рассказам свидетелей, животное сбило грузовая фура. Сразу после столкновения водитель скрылся с места происшествия. Дальнобойщик даже не остановился, чтобы проверить состояние лося. На данное дорожно-транспортное происшествие выезжали сотрудники дорожно-патрульной службы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении неустановленного водителя. Определено возбудить дело об административном правонарушении за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Зоозащитники говорят, это место с пунктом миграции животных, а потому их присутствие здесь не редкость. Главная проблема – отсутствие предупреждающих дорожных знаков. Айрат Назип, Вадим Струминский, Марсель Джураев, Вызов 112. Советский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу о краже иконы Святой Матроны и ювелирных изделий из храма князя Александра Невского. На скамье подсудимых 29-летний Павел Русскин. Как считает следствие, ночью 20 сентября житель Мордовии проник в храм через окно и забрал, что приглянулось. Причиненный ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Какое наказание вынес суд, расскажет Айгульба Друдинова. За делами нет, просто прощения хочу попросить, потерпевшим. Мы просто стояли себе попросить. Простите. На последнем слове Павел Русскин раскаялся за содеянные. Как считает следствие, 29-летний житель республики Мордовии ночью 20 сентября решил проникнуть в храм. Икона молодого человека не интересовала. Глаз он положил только на золотые изделия, лежавшие в ней и на пожертвования прихожан. Поэтому священное изображение святой Матроны он выбросил на территорию храма сразу же, как достал то, что имело для него ценность. По версии следствия, после преступления мужчина сел в такси и уехал в Яшкаралу. Часть похищенного продал, а остальную часть полицейские изъяли у него во время задержания спустя два дня с момента кражи. Потерпевший настоятель храма, отец Владимир, никаких претензий к Русскину не имеет, так как ущерб был полностью возмещен. А самое ценное для храма, икона святой Матроны, не пострадала. Я желаю, чтобы он больше не воровал. Я одно живу. Есть прекрасные средства, которые заработали себе на жизнь. К слову, обвиняемый уже был судим за кражу из церковных лавок. Государственное обвинение попросило отправить подсудимого в колонию строгого режима. Два года лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев. Суд учел смягчающими обстоятельствами чистосердечные признания и раскаяния. В итоге Павла Русскина приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Айгуль Бодрудинова, Ленаргина Тулин, Азат Самигулин, вызов 112. Желание забрать два кекса обернулось для татарстанца уголовным преследованием. Полицейские из Зеленодольска задержали подозреваемого в разбое. По предварительной версии, 31-летний житель Пестричинского района вошел в пекарню и, угрожая кассиру ножом, потребовал открыть кассовый аппарат. Получив отказ, мужчина не растерялся, схватил с прилавкой кондитерские изделия и убежал. Что было дальше, знает Рамиль Шайдулин. За что задержан? Знаешь? За что? За два кекса. Два кекса? В Зеленодольске? Да. Чем угрожал? Ручкой. Ручкой? Приключения 31-летнего жителя Пестричинского района, по версии полицейских, начались в застолье. В тот день он гостил у своей сожительницы в Зеленодольске, где и распивал со знакомым алкогольные напитки. Вскоре спиртное закончилось. Денег на продолжение застолья не было. А вот желание продлить веселый вечер было, тогда мужчина зашел в пекарню. Ложи на место. На место вам. Ограбление не задалось с самого начала. По версии стражей порядка, мужчина хотел нажиться деньгами из кассы, но очень скоро встретил сопротивление, из-за чего отказался от этой идеи. Чтобы не уходить с пустыми руками, предполагаемый злоумышленник забрал из прилавка хлебобулочные изделия, после чего скрылся. Несмотря на незначительный ущерб, в отношении татарстанца возбудили уголовное дело. Подозреваемого доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания в совершении преступления. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой. Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулина, Эрад Назипов, Вызов 112. Продавали контрафактную одежду и обувь. Полицейские татарстана установили директора магазина, который без согласия правообладателя незаконно использовал товарные знаки известных компаний. По предварительным подсчетам из-за действий бизнесмена им был причинен ущерб на общую сумму 658 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное использование средств индивидуализации товаров. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи из правительственной работы до двух лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.